Приветствую вас, дорогие зрители, у микрофона Григорий. Продолжаем играть в игровую Далон Дарк и у нас здесь выживание на сложности сталкер и Канада у нас. Канада, холод собачий. Так, вновь всё разрушенное. Всё, начинаю вспоминать после последней игры. Так, риск острофобии, риск переохлаждения. Да, собирал, по-моему, я что-то там собирал. Сейчас посмотрим, проверим снаряжение первым делом. Так, что у нас здесь? Это всё нормально. Всё нормально, риск переохлаждения. Я думаю, мы справимся с этим. Проблемы не будет. Так, и у нас мясо. Да, да, жарили мы. Точно, жарили мясо. Риск острофобии и переохлаждения, что, в принципе, жажда истощения. Ну что ж, я так понимаю, у нас закончился сон только что, поэтому сейчас мы покушаем. Я думаю, что истощение это плохо. Так, и 10 часов у нас, да, остаётся. Находимся мы в магазинчике. Магазинчик у нас в радужной... ой, отрадной долине. Сюда, наконец-то, мы добрались. Так, посмотрю, что на улице делается, потому что, скорее всего, там, наверное, холодно. Здесь всегда холодно. Ну что ж, может быть, и потепление после ночи-то. 10 часов утра. Вернее, 10... это не 10 часов утра, это 10 часов до ночи. И так, ну что ж ты, долго загружать-то мне будешь? Так, давайте посмотрим, что... Минус 10. Минус 10 градусов, и это, конечно, ненормально для нас. Вот здесь мы находимся. Где-то там волки. Так, холодно. Ладно. Я думаю, пока такой холод здесь собачий, волчий, даже не знаю. Лучше я посижу еще немножечко в помещении. К сожалению, здесь нельзя ничего разводить. Так, а вот, значит, как насчет поесть? Как насчет поесть? Поесть, друзья, было бы неплохо, конечно. Но хотя без еды, с другой стороны, я не смогу здесь ничего делать. Сейчас наверняка будет жаловаться, что чудовищные условия. В том плане, что кушать хочется. Хотя, не знаю, давайте попробуем книжку прочитать. Пока отогреваемся, изучение. Да, вот, допустим... Сколько у нас тут? 3 часа. Давайте часок. Нет, не можешь сфокусироваться, потому что охота есть. Но, с другой стороны, почему бы нам, допустим, не съесть какие-нибудь запасы? Например, ну вот, пыльная банка свинины с фасолью, да? Ведь, с другой стороны, почему нет? 0,25 килограмма съесть. Не знаю, давайте топориком мы ее откроем. Хотя, открывашки-то у меня нету. Разбить банку. Топорик. Охотничий нож. Просто я не уверен, что будет лучше. Не уверен. Может быть, у нас... Так, открыто. 600. А, нет, она не теряется. Это не DayZ. Здесь не теряется. Еда при открытии банки. Чем-то, кроме открывашки. Поэтому, собственно, живем. Так, друзья, давайте посмотрим, что у нас с навыками. Заметки сзади. Нет никаких заметок. Поселил такие места. 64-й день. Так. О, да, у нас тут было круто, конечно. Сельский магазин. Сельское распутье. Сельский магазин. Что ж... А, где наши навыки-то? Наши навыки. Навыки, навыки... А, вот они, навыки. Так, вообще, у нас здесь интересная статистика. Разделка Тур 4. Готовка. Время готовки на 20%. Вот, мне интересно, да, разделка Тур. Тур, значит, время разделки мяса. Четвертый уровень. Время разделки мяса ниже на 30%. Так, можете разделывать руками. Туши, замороженные на 75%. Обалдеть. Время разделки шкуры или кишок снижено на 2%. В мастер, когда дело касается разделки туш, вы можете добыть все лучшие части и узнаете, что с ними делать. Отходы крайне малы. Так, готовка. Четвертый уровень на сготовке. Дополнительно 20% калорий из приготовленной пищи. Отлично. При вскрытии консервов голыми руками пища... А, вот, все-таки теряется здесь, но теперь у меня и не теряется. То есть я могу, в принципе, теперь открывать голыми руками. Смотрите. Время готовки снижено на 20%. Вы можете приготовить пищу почти и чего угодно. Вы отлично управляетесь и не расходите продукта зря. Расследование огня, это понятно. Огонь будет гореть на 10% дольше. Без трута. Так, стрельба из ружья. Меткость увеличена на 20%, шанс критического попадания увеличен на 15%, плюс 3 к состоянию при починке. Вы становитесь довольно умелым в обращении с ружьем, вы способны попасть в цель с большего расстояния, и у вас появляется чутье, когда лучше стрелять. И вы знаете, как держать ружье в рабочем состоянии. Стрельба из лука, однако, у нас совсем низкий навык. Уровень 2, послушник. Раскачанный лук снижен на 25%, урон от стрелы увеличен на 10%. По мере использования лука, чувство неловкости в ваших руках становится меньше. Ваша прицельная стала намного более устойчивым, и ваши выстрелы причиняют больше ущерба. Ну и так далее. Так что у нас коллекционное ничего нет. 67 дней, так. Ну да, 67 дней. Кстати, а что-то я не понял. Дневник-то что, не пишется? 64 только? А. Странно. 64. И он не всегда делает заметки. Как-то странно. Сводка за 64-й день. Так, ладно. Риск клаустрофобии, однако, сильный и достаточно. Изучение. Конечно, может быть, сейчас это и не самое полезное время для изучения. Так, жуткий голод. Но, с другой стороны, клаустрофобия вообще зашкаливает. Теперь, да? Нет, 25%. Неплохо так. В принципе, держится почему-то. Я боюсь, что снаружи все-таки очень холодно пока. И не можем мы. Да, знаете, минус 12 градусов. Да, дело тут нечего. Очень плохо. И, кстати, странно, да? Что вот в таких условиях, в этих домах отсутствует... В большинстве домов отсутствуют какие-либо источники тепла. Я имею в виду в виде печей. Потому что, мне кажется, такого бы не могло быть. Вот, в принципе. Ну так, ладно, подожду 2 часа. Вот, на изучение потрачу. Конечно, у нас... Так, ну все. Книжку можно теоретически бросить. Потому что она уже не нужна. Так, книжка. Так, выживание в дикой природе. Только я так и не понял, что она мне дала. 26%. Есть подозрение, что особо ничего она мне не дала. Ну, да ладно. Проверю еще улицу. И, наверное, надо было бы разгрузиться здесь для начала. И отправиться. Так. Минус 2. Минус 2 это нормально. Уже можно идти. В принципе... Видно даже кое-что. Хотя, какая-то пурга там. Спальный мешок мы, естественно, заберем. Посмотрю, что у нас есть из припасов. Так. Стрела. Простая стрела. Так. Топор. Факел. Наверное, вот это можно бросить. Пока. Волчья шкура сушится. Нож, конечно... А, ну 92. Неплохо. Так. Патроны. Патроны здесь есть у меня. Еда есть. Что здесь застрел? Так. Новые военные штаны. Новые военные штаны. Неплохо. Знаете ли... Только я что-то не понял. Почему? Так. Потрепленная хлопковая шарф. Мен, пока я это все выброшу. А остальное... Ага. Давайте вот это выбросим. Это выбросим. Хорошие штаны из оленей кожи. Шкура, скорее, да? Так. Надета хорошая лыжная куртка. Матросский бушлат. Носки. Носки потрепались. Так. А не могу ли я их починить-то? Давайте починим их, наверное. По-моему, мне их надо как раз надеть. Так. Бросить. Это... Одежда различная. Сейчас я посмотрю, что у меня там с одеждой. Так. Надеть. Голова. А, ну правильно. Поэтому у меня шарф все время и портится. Потому что шапка... Я берегу шапку, заматываясь шарфом. Так. Это у нас ноги. Поношенные джинсы. Хорошие штаны из оленей кожи. Ага. Понятно. Я те штаны берегу, значит. Торс. Торс. Поношенная лыжная куртка. Ну, в принципе... Так. В принципе-то, в принципе... Бросим это. Бросим это. Большой вес у меня достаточно. А, так, подожди. Новые спортивные носки. Зря я, наверное, эти спортивные носки починил. Да. Ну ладно, бросим их тогда. Ну и вроде все так. Все одето. Да, можно, я думаю, прогуляться. Посмотреть, что там у нас впереди. Заодно разведать. Местность. Минус 1. Ну, в общем, по-моему, немножко поднимается температура. Пока вроде никого не видно. Будем сидеть в магазинчике. Музинчики. Так. Надо осмотреться. Осмотреться. В принципе, для этого было бы неплохо подняться вот на вот какую-нибудь такую... А! Кстати, вот, наверное, я пошел. А у меня полно. Ну, топливо. Ладно, топливо у него пригодится. Его не так уж много у меня. Я осмотрюсь вот здесь. Посмотрим. Что здесь? Здесь особо ничего не видно. Оленя, видишь? Да, оленя. Так, а здесь вот если поднимусь? Голод, конечно, у меня присутствует, но... Пока есть не буду. Использовал ту банку. Ой, олень там что-то сглючил. Все еще минус один. Неплохо. Главное, какую-нибудь ногу не подвернуть. Как бывает иногда. Так. Между прочим... Туман. Вхожу. А это... Я бы сказал... Чревато. Может быть, далеко туда не ходить. Интересно. А если построить укрытие из подручных средств, вот это вот... Да. Неснежное укрытие. Неснега, скажем, да? Оно будет защищать от ветра? Потому что тогда можно несколько таких укрытий поставить и прям посреди где-нибудь расположиться. Теория. Но я не уверен, что оно будет... Не-не-не. Мне здесь сейчас нельзя так и ходить. Я так понял. Потому что... Я ухожу от... Дороги. Туман. А туман, причем усиливается. Обратите внимание. Все хуже и хуже становится. Видно? Да ладно, ты чё, издеваешься? Ты чё, издеваешься, что ли? А я еще бегать не могу. Так, так, так. Не-не-не-не. Откуда ты взялся-то? Давай. Давай-давай, уходим. Так, попробую. Так, попробую сюда. Конечно, желательно было бы его выманить так, чтобы он... А, во. Я думаю, здесь он меня не достанет. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, просто не до него сейчас совсем. А если выйдет сейчас? Ммм. Тот-то же. Тот-то же. Это, по-моему, вообще один из моих лучших выстрелов. Так, и что у нас есть здесь? 0 градусов, да? Ну что ж, друзья, давайте тогда возьмем эту тушу. У нас ничего не заморожено. У нас все отлично. Собираем. Так, подожди. А, я могу вообще 2 часа. Так, а так у нас получается 57 минут. А, ага. Слушайте, а может, правда, мне голыми руками 2 часа? Нет, ну все-таки это холодно, наверное. Ладно. Ладно. Чушь я. Истощение. А, минус 1 у нас. Угу. А еще еды нету. Так, отлично. Добыл я еще волчьего мяса. Но хитрость меня не подвела. Я рад. Я рад, что хитрость меня не подвела. Откуда ни возьмите взялся этот волк. Но я умудрился с ним разделаться. Здесь, по-моему, олень ходит. Ну, вроде правильно я иду. Сельское распутье. Тут этот магазин. А, а я вот тут вот костер-то разводил около дома. Так, хорошо. Возьму картонные спички. И разожгу огонь. Потому что сейчас, наверное, придется мне все-таки поесть. Да, не поесть, а приготовить еду. Теперь хотя бы запасы мяса есть. А это значит, что мы вполне себе живем. Так. Так, прутик. И давайте волчатина. Свежая волчатина, сырая. 6 градусов. Неплохо. Да, мне, конечно, нужно срочно повышать уровень готовки. Потому что если будет хорошо прожаривать мясо наша героиня... Ага, всего 4 куска. Так, 2 часа до ночи, тем не менее. Отлично. Так, у меня есть, по-моему, еще топливо. Думаю, запас воды просто сделаем. Усталость истощения. Мне еще надо мясо выложить. Так, ну все, ладно. Это все хорошо. Нужно отсюда уходить. Мясо, помню, где-то и здесь выкладывал. Это не помню точно. Так, олень. Ну, олень пускай бежит. А, да, у меня же этот еще. Шкуры. Вот сюда я вроде выкладывал эти куски мяса обычные. Так, бросить, бросить. А, не, друзья, подождите. Давайте... Давайте возьмем обратно. Я лучше скину сотку. Да. Соточку я выкину. Л-потребим 98. Да. Двух кусков, я думаю, будет вполне достаточно. А ты, кстати, забываешь про это мясо. Хрустит кто-то. Это олень. Ну, пускай. Главное, чтобы он меня не загрыз. Так, отлично. Вроде... В общем, даже костер горит. Так, ну, вроде у нас вечер. Уже совсем поздний. Так, наверное, я теперь разложу этот спальничек опять. Спать буду опять на столе. Да. И остается только сбросить шкуры. Шкуры у нас должно. Тут много уже. А, пускай все сохнет. 10%. Поедим. 840. Так. Поели, попьем. Почти 6 литров воды. Я запас. Но, конечно, на какое количество мне не нужно. Давайте, наверное, я немножечко поскидываю его. Запасе. Хватит нам двух вполне. Так. Магазин дело хорошее, но я здесь надолго-то не собирался оставаться. конечно. Так, водичка. Все. Риский шер... Ух ты, у меня клаустрофобия прошла. Отлично. 4% кишечных паразитов. То есть, я так понимаю, что у меня... А, нет, у меня всегда так было, по-моему. Меньше часа до ночи. Ну что же. Я думаю, вполне можно спать. 10 часов. И надеюсь, что у меня теперь восстановится мой организм. Так. Вы проснулись, полностью отдохнув. Это плохо. Два часа до утра. Особенно делать ночью тут нечего. Вот, сбросить, пить. Делать нечего. Кстати, друзья. Может быть, мне здесь пока выложить и продукты питания? И вот это вот дело мне тоже, наверное. Я, наверное, заберу все эти шмоточки. Сейчас. Так. И сложим их в шкаф, что ли. Почему бы и нет? Так. Все не надетое. Все. Мы убираем. Да, забывает там быть здоров, поэтому, естественно, идти туда совсем не хочется сейчас. Так. Это я сбросил. Древесина. Ну, тут, конечно, плохо видно сейчас. К сожалению. Игра не позволяет особо нам освещать наше... Так. Особенно освещать помещение, потому что экономим мы топливо. Ну, кстати, вот это очень жалко, что мы не можем искусственных источников света создать, которые, например, горели бы типа, например, с какого-нибудь жира там оленьего. Источник света, например, да? Да, забывает. Прилично. Попробуем тут поспать еще. Нет. Мы не остались. К сожалению, очень темно и делать тут нечего. Сейчас так, я проверю тогда, что у меня с моими вещами. Может быть, мне удалось бы что-нибудь ремонтировать пока. Хорошее термобелье. Вот какое-то термобелье у меня получается. Тоже сверху как будто одеты, да? Ноги. Так, вот здесь снять его. Снять ноги. Могу я сюда? А, это верхнее. А, ноги верхнее. Ноги. Значит, получается надеюсь джинсы. Поношенные джинсы, да? Я хорошее термобелье сюда могу надеть. То есть это Подожди, получается четыре на ноги я надеваю вещей. А, и четыре на тело. Ну, да, это прилично, конечно. Верхняя одежда термобелье у меня получается защищает. Странно, как получается верхнее это и это. Ничего не пойму. Снова одно должно быть верхнее, остальное все внизу, правильно? Ноги верхние. То есть получается это первое идет с самого вверху, допустим. Это второе, это третье, четвертое. Ну, как-то странно, да. То есть почему по четыре-то? Сейчас снять. Подождите, верхнее. ноги, верхняя одежда снять. Это видимо так, значит, я сюда могу, а, сюда, а, сюда я только термобелье могу надеть, все понятно. Сюда я надел какое, 86, который, давайте его снимем. Вот так, да? Все понятно, да, сюда я могу только это надеть. Ну, ладно. джинсы. Не дадут мне еще поспать. Не. Ну, ладно, я думаю, ремонт тоже мне не получится действия чинить. Да, он не может ремонтировать темноте. и костер здесь не разожжешь, поэтому, конечно, лучше такое место выбирать. Микроволновочка. Такое место надо выбирать, которым можно было бы костер разжечь хотя бы, да, и тогда спокойно работать при свете. давай. О, отлично. Улегся. А, ну, хоть, хоть светлее стало. Кстати, может быть, теперь я и смогу уже ремонтировать свой инвентарь. Что у нас тут? Вот это вот, кстати, вещь такая, которая постоянно портится, ее надо в первую очередь, наверное, ремонтировать. Шарфик. Все защитные, защитные предметы, они, конечно, серьезно портятся. И неплохо было бы, конечно, починить сразу. Так, ага, ну, я так понимаю, что-то, да, что-то там починилось, и этого достаточно. Пошлю еще час. Может быть, у нас очистится уже. Не, не хочет очищаться. покинуть магазин. Гляну, что на улице. О-о-о. Минус 12. Обалденно, минус 13, минус 14. даже не на ветру. А на ветру это просто кошмар какой-то, наверное. Минус 15. Все, ладно, выходи отсюда. Минус 38. Минус 38, и это я одет вот во все, вот во все это вообще. Намокание 1%. Ага, смотрите. Надето, намокание. Странно, что у меня только поношенные джинсы намокли, хотя я не знаю. не устали. Ну что ж, придется тогда, наверное, пропустить время, потому что сделать нечего. Так, секундочку, а у меня наверное, есть какой-то еще инвентарь, который я могу, в принципе, в расход отпустить. Так, потрепанный, потрепанный хлопковый шарф. Хлопковый шарф вряд ли мне нужен, конечно. Ну и вот эти вот новые носки, наверное, тоже я разорву, потому что делать тут нечего. Время у нас, опс, я бросил. Время у нас полно, а ветер не прекращается. У меня зато все пока хорошо. Мне нравится, что еда есть у нас, вода есть, в принципе, даже жилье здесь есть на этом новом месте, и как бы жаловаться вообще не на что. 82, 95. Так, ботиночки, конечно, разваленные. Вот это вот, 50. не удалось. Ничего себе. Так, сколько надо? 80. 80 нормально. Хотя 80 я хотел чинить уже, когда 80. Так, вот термобелье можно чинить, оно 79 даже. еще раз попьем. И теоретически вполне можно лечь еще отдохнуть, потому что хотя с другой стороны отдыхать тоже вредно, так как потом не уснешь просто. ладно, попробуем тогда подождать. Скороцать время. не помогает. Не помогло. Но зато я хотя бы не отдохну, и это мне поможет нормально поспать, я думаю. усталости. Что ж, наверное, часов хотя бы. Но, 6 часов до ночи. лошадь бы съела, и вот я потратил на это все свое время. Вот сидел вот здесь, не мог выйти. 1 градус тепла. Незопасно, возьмем мясо. Кстати, есть подозрение, что все-таки нас сколько? 100%. 100%. 100%. 100%. Странно. А, вот 98 калорий. Так. Да, возьмем с собой запас на всякий случай. Немного мяса. А, ну тогда же бутылку воды тогда. Я тут все выпил. Все выпил. Да, все, пойдем отсюда. А, подожди, стоп, 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 куда я без спальника пошел? Кстати, проблема в том, что нести не хочет уже. Говорит, слишком тяжело. Так, поднять. Поднять. Подождите, впереди опять же дом какой-то. решила прогуляться по этой дороге. Надеюсь, что меня не сильно потревожат местные жители. Так, веточки мне понадобятся. У меня что-то совсем закончилось. Кроме большого куска дерева, кстати, из которого можно сделать те же самые селки, да? я бы, наверное, все-таки его как-то поэкономил. Ничего у меня больше нет для растопки. Помимо этого, ладно, пойду по дороге. Все-таки быстрее, по асфальту быстрее всего ходят. Наш персонаж, это здорово. Очень хорошо, что здесь остается какой-то асфальт вот этот, который не покрывает снег. Самое экономичное перемещение получается. Вот там, кстати, могут быть интересные моменты какие-то. Например, мы можем кого-нибудь обнаружить вот так, поглядывая в стороны. Мне пока не ясно, куда я вообще иду. Очередная дорога уходит в сторону. Так, волк. Два. Два волка ходят там. Давайте тогда сделаем следующим образом. Я думаю, лучше пойти все же вот так вот наискосок, потому что во-первых, я подальше от волков уйду, а во-вторых, во-вторых, я хоть что-нибудь пособираю, ну и больше охват территории будет. с другой стороны я могу и здесь на кого-нибудь нарваться. Дорога на гору пошла странно. думаю, этого мне достаточно будет в крайнем случае где-то прикормить. я иду посидеть в тепле. Эй-эй-эй, тут нельзя забраться что-ли? река. так, по-моему, я олени вижу слева, вдалеке олень, значит, там волков нет. так, а вот здесь что? опять река и мост. мост это хорошо. мост созерцания найдено новое местоположение. кстати, камыш растет и рогоз. там мы можем посмотреть тоже пропитание себе, ну в общем, сейчас мы разжимем. так, дома, дома, дома. Пойдемте, наверное, туда зайдем. А где проход? По реке, что ли? Похоже, что по реке зайти только можно. Немножко пробежимся. еще один мост, что ли? Ух ты! Еще один, еще один мост и дома. Отлично. Ну что ж, надо проверить эти сарайчики. Тем более, останется нам тогда вот тот вот тот амбар напоследок. Так, вроде никого нет. Строение в отрадной долине. Интересно. Ух ты! Дрова. Опа! Корм для собак. Ну это, конечно, корм для собак делать такое. Кстати, подождите, а тут не очень тут что-то есть. Хотя странно вообще, что здесь корм для собак обнаружился. Возьмем вот это все. Вот не люблю, когда нельзя вот через такую пройти щель в игре. Конечно, надо как-то, чтобы это было более доступно. Так. Проверю здесь, что у нас. кроме вот этих волков снега, ой, сена, что-то я ничего тут не вижу. Подождите, а там кто? Какая-то черная, черная точка. Так, что-то у меня какие-то плаги. Да. Волки, покажись. Так, плохо дело, потому что мне надо тогда быстрее. Да, волки. И я тогда поспешу сюда. Фуф. Да, ну вот, наконец-то я сюда добрался. Так, амбар. Отлично. Металом. Что у нас тут за амбар? Вообще, по идее, надо, конечно, все эти ящики ломать, потому что за ними могут быть припрятаны различные интересные вещи. Но ломать сейчас у меня нет ни сил, ни желания. Так, высушенная кожа, и это здорово, потому что, друзья, я теперь смогу, наверное, починить свои ботиночки. Так, есть ящики в движной ящик. Так, неплохо. Бинт. Хорошо. Что здесь, ух ты, у нас мертвец. Труп. Ну, как всегда, ничего они особо не дают. Не знаю, может быть, это с этой сложностью связано, друзья, и поэтому они ничего мне не дают. Один раз, по-моему, мне только тело выдало какой-то приз. Отлично, автомобиль здесь. Капот. Инструменты, однако. Так, давайте-ка эти инструменты я поставлю вот сюда. Больше здесь, по-моему, ничего нет. Да, залезем в машину. так. Ну, радио, понятно, не работает. Бардачок. Энергетический батончик. Могло быть и хуже. Ну, тут вот я привык уже, что тоже ничего нет. Здесь вроде внизу ничего не видно. На панели машины нету ничего. бочка, в которой можно сжечь огонь. Древесина, отлично. Так, еще, ух ты, полно металлолома. Точила, отлично, точила. Толическая полка. Ну, что ж, давайте-то продолжим обследование этого амбара в следующей серии. Спасибо вам большое за внимание. Это был TheLondark. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь, заходите ко мне в группу ВКонтакте. Желаю вам всего хорошего, до новых встреч, пока. ВКонтакте.